Долгожданное возвращение. Спустя несколько месяцев на трассу Р-33, а именно в Раздельнянский район, вернулись бригады дорожных ремонтников. Возобновились работы по укладке второго верхнего слоя 8-километрового дорожного участка. На окончании работ на участке от села Павловка до Раздельнянского поворота Кабмин выделил 60 миллионов гривен. Это не только укладка 5-сантиметрового второго слоя, но и обустройство подъездов во дворы, соединительной местной дороги, а также тротуаров. На сегодняшний день установлены, сделаны основы тротуаров, перебрики и уже готовы под влаштование покрытия из асфальтобетона. Плюс въезды во дворы, больше 200 въездов во дворы. Это их тоже нужно асфальтовать. И плюс у нас есть пересечения и примыкания. Там тоже немало общих грабин. Подрядчики дают гарантию 10 лет. Все работы планируют завершить к июню. Внизу свежеукатанного слоя уже есть основание и 10 сантиметров нижнего слоя. Мы будем сейчас выбирать погодженный подбор. Подрядчик сам этот подбор как бы склав. Служба его переверила, дала добро. И согласно добра, то, что надано, они его приготовили. Сейчас мы выберем суммыш асфальтобетонный для переверки уже кинцевого результату, чтобы по нему уже судить, насколько оно как бы отвечает. Напомню, приводить эти 8 километров в порядок начали еще в марте 19-го. Этот участок не раз становился эпицентром акций протеста. Местные перекрывали дорогу даже на неделю. Последний раз это было прошлой осенью, когда жители Раздельнянского района так и не дождались укладки верхнего слоя. Долгое время работать вдолг дорожники не могли, поэтому пришлось ждать живых денег из госбюджета и только тогда приступать к работе. Неодноразово громадскими активистами, місцевими жителями та водями проводилися акції протестів з перекриттям руху автотранспорта та з вимогами провести роботи з капітального ремонту ділянки Р-33 у Раздельнянському районі. На превеликість жаль, це була відсутність фінансування. В цьому році постановою кабінетів міністрів було виділено 60 млн грн для завершення капітального ремонту цієї ділянки дороги. Це була фактично єдина дорога в Одеській області, яка почалася будуватися в тому році. І ми хочемо сказати, сьогодні ми реально бачимо і хочеться подякувати керівництву служби, яке настоювало на тому, щоб проект, який виготовлявся саме на ділянку дороги цієї Р-33, був капітальним ремонтом. Тому що сьогодні ви зможете побачити, що будуються у нас прекрасні тротуари, які є в селі Павлівка, в селі Степанівка. Це є безпека для наших людей. Трасса Р-33 проходит через шість районів області і соединяє Одеський регіон з Винницким. Параллельно ведеться капітальний ремонт участка цієї трасси між райцентрами Подольськ і Балта.